Здравствуйте! ТВ ММК в эфире. А начать программу мы хотим с материала об агрегате, который, будучи ветераном производства, все еще в строю и уходить на заслуженный отдых пока не собирается. На своих экранах вы видите уникальное, даже можно сказать сакральное место Магнитогорского металлургического комбината. Стан 2350 – живой свидетель нескольких эпох. 1 июля 2017 года ему исполнится 75 лет, но фактически возраст агрегата еще больше, ведь здесь, на Магнитке, он пережил свое второе рождение, после того, как его в рекордные сроки собрали после эвакуации из Мариуполя. В 1941 году над всей промышленностью Советского Союза навис домок лов меч, и ее эвакуация стала одной из главных забот правительства страны. Важнейшими индустриальными районами Европейской части Союза, оказавшимися под угрозой захвата или уничтожения бомбардировочной авиации, были, во-первых, вся Центральная и Восточная Украина, и, во-вторых, Московский и Ленинградский промышленные центры. Советское правительство приняло постановление об эвакуации всех важнейших предприятий, и особенно в военной промышленности, на восток, в глубокий тыл, где она была бы недосягаема не только для немецкой армии, но и для немецкой авиации. Было ясно, что эта операция — вопрос жизни и смерти. К концу 1941 года в промышленности, производившей боеприпасы, сложилось исключительно тяжелое положение. Из 30 заводов наркомата земледелия СССР, переведенных на производство боеприпасов, 21 предприятие совсем не имело нужного оборудования. А фронт в это время испытывал серьезный дефицит вооружения. Во втором полугодии 1941 года он расходовал главным образом боеприпасы, накопленные еще в мирное время. Однако за шесть месяцев войны эти запасы были почти полностью исчерпаны. Продукция же, поступавшая от промышленности, составляла лишь 50-60% количества предусмотренного планом. Большой недостаток ощущал фронт и в бронетанковой технике. Перед советской военной промышленностью на востоке стояли огромные трудности. Не всех рабочих эвакуированных заводов удалось отправить на новые места одновременно с машинами. Во многих случаях оборудование сопровождало только половина необходимого персонала. И специалистам на местах приходилось осваивать технологии, не имея права на ошибку. На первых порах ощущалась также очень серьезная нехватка некоторых видов сырья. Прежде качественные стали для броневого листа выплавлялись в основном на Восточной Украине. В связи с этим многим предприятиям пришлось коренным образом перестраивать производственные процессы. В конце 1941 года на магнитке заработал стан 4500, а летом 1942-го стан 2350. В рекордные сроки они были смонтированы, и магнитогорские прокатчики выкладывались на полную, чтобы обеспечить фронт броней отличного качества. Эвакуацию промышленности во второй половине 1941 года и начале 1942-го, ее расселение на Востоке, историки относят к числу самых поразительных организаторских и человеческих подвигов Советского Союза во время войны. Удивительно, но и в мирное время стан долгожитель 2350 в рабочем состоянии, а его продукция востребована у потребителей. На постах управления словно переносишься в прошлое, все вручную, а вместо мониторов компьютеров – зеркала заднего вида, как в автомобилях. Но прокатчики, которые трудятся на стане, не стыдятся несовременности оборудования. Напротив, гордятся, что работают на стане ветеране Великой Отечественной войны. Я пришел сюда с пятитысячного стана, работал на пятитысячном стане Вольцовщика. Судьба повернулась так, что работаю на легендарном стане на сегодняшний день. То есть мы считаем, что мы работаем на легендарном стане, который работает в Великую Отечественную войну. Мы горды за свою работу, тем более, что мы работаем на главном посту. Ответственность, коллектив у нас дружный, сплоченный. Все друг другу доверяем на 100%, потому что в нашей работе не доверять друг другу никак. Работал в сортовом, на таком же стане старом, стан 500 был. Его закрыли, пришел сюда. Потом здесь поработал, уходил в четвертый рестопрокат. Он более современный уже, более автоматизировано все производство. Но все равно вернулся сюда, как бы тянет он меня, этот стан. Здесь днем и ночью кипит работа. Стан обслуживает мужчины с настоящим уральским характером и крепкой закалкой. Это их деда воевали и ковали победу в тылу. И любой металлург на магнитке знает, чего им это стоило. Поэтому свой труд не считают чем-то из ряда вон выходящим. Работать везде тяжело. Комбинат – это тяжелая работа. Любой цех комбината взять, везде тяжело работать. Первый раз я на стан пришел в 89-м году. Было мне 17 с небольшим лет. И работаю по сей день. Сейчас на данный момент мне 45. За смену приходят, ну, раскатывают 230-250. Температура разная, в зависимости от толщины проката. 10 мм приходит температура 200-300 градусов. Самые максимальные профиля 25 на 2, 30 на 2. Они приходят уже побольше. 650 градусов, под 700 градусов. Конечно, жарко, но а что поделаешься. Конечно, за 75 лет работы на ММК «Стан-2-350» не раз модернизировался. Появлялось новое оборудование, новые элементы агрегата. Изначально, если стан производил просто металлопрокат, не обрезной кромки. Со временем уже устанавливали ножницы кромко-обрезные. И также гильотины уже можно было на мерные длины резать. В настоящее время планируется усовершенствовать работу нагревательных печей. То есть внедрить новый рекуператор. Также устанавливаются на участке листа отделки новые современные ножницы для отбора проб на испытания. Несколько лет руководил «Станом», а позже и листопрокатным цехом, человек с невероятным техническим чутьем и богатым производственным опытом – Эрнст Дригун. Сегодня он на заслуженном отдыхе, но нередко наведывается в любимый цех, в котором раньше приходилось дневать и ночевать. Крутиться надо было так. Первое – что-то придумывать новое, необходимое для народного хозяйства. Кроме того, необходима была связь с научными организациями. Очень большое внимание уделяли, и я советовался заместителям начальника ЦЛК Владимир Леодиновичем Корниловым. Поддержка с его стороны была очень большая. В свое время Эрнст Михайлович внедрил в производство установку ультразвукового контроля. Вы видите ее на своих экранах. Установили мы ее на комбинат только потому, что было много заказов с контролем сплошности металла по сечению листа. Прежде не было вопроса о контроле сплошности листа, и мы не могли поставлять определенный сортамент продукции заводам машиностроительным, заводам, производящим теплоэнергетическое оборудование, вот таким заводам. Кроме того, Эрнст Михайлович добился отмены старого способа удаления окалины посредством березовой метлы. Конечно, это был неплохой способ, но уж слишком трудозатратный. Ежесменно операторы постов управления должны были без конца приносить эти березовые прутья. На каждую смену требовался камаз от этой метлы. Также от нее оставалось много мусора, а самое главное, были некоторые нарекания от потребителей, а калина удалялась не полностью. Было забраковано много металла для подводных частей кораблей в Зеленодольске. Мы сейчас находимся на том месте, в котором много лет привозили березовую метлу техническую из-под Аскарова, со всей почти Башкирии. И привозили только березовую метлу, потому что она выдерживала ту технологию для срыва окалины. В течение любой профилактики, проходящей на стане, перед каждой сменой 30 минут, операторы всех постов приходили сюда и переносили метлу на стан. Это было очень много метлы. Потом эту метлу надо было из-под стана вытаскивать. Метла должна была, необходима была для того, чтобы сорвать поверхностную окалину с горячих прокатных слябов. Сначала мы хотели наваривать на волки ребра, говорит Эрнст Михайлович, но результат не дал нужного эффекта. Тогда пытливый руководитель решил опробовать фрезеровку на волках продольных полос. И результат оказался великолепным. На предыдущих волках фрезеровались круглые выемки. Мы сделали продольную. И тем самым мы увеличили объем попадающего воды и образования пара, что способствовало эффективному взрыву пара внутри этого объема. Сегодня стан 2350 входит в производство толстолистового проката ММК. Он не конкурирует с современным станом 5000. Да и такой задачи нет. Цель работы стана-ветерана – производство небольших партий металла для некрупных потребителей. И он со своей задачей справляется. В этом нет особо большого труда, если есть желание. Желание работать, желание зарабатывать деньги. То можно научиться на любом оборудовании работать. Выпускаем качественную продукцию. Иначе как на современном рынке? Никак. Вот и приходится выпускать качественную продукцию. Мы всегда ее выпускали. И будем выпускать в дальнейшем качественную продукцию. Субтитры создавал DimaTorzok 25 лет не только на одном предприятии, но и в одном цехе отработал вальцовщик среднесортового стана 450 Олег Шинкаренко. Он попал в число лучших рабочих по итогам прошедшего месяца. Как наш герой отнесся к такому профессиональному признанию, узнала Надежда Наяксова. Когда через клетий стана идет раскаленный стальной уголок или швеллер или полоса, сортамент сортового цеха разнообразен. Вальцовщики к нему и не приближаются, если это, конечно, не аварийная ситуация. Все потому, что в работе современные агрегаты. Олегу Шинкаренко есть с чем сравнивать. Ему пришлось еще повозиться со старым оборудованием, которому требовалось прикладывать руки. Новый же стан 450 ввели в строй в 2005-м. Сейчас один стан, он заменяет два стана старых. 500 и 301. Оборудование новее. Соответственно, все в компьютерах. То есть раньше все на глазок. Сейчас вы можете даже посмотреть. Профилимер даже. То есть я могу оттуда уже смотреть, какие у меня размеры идут. И физическая работа будет больше. То есть кувалда и все остальное. Но и сегодня вальцовщикам приходится попотеть на работе. Установка волков на стане зазоров. Все это тяжело. А летом в цехе еще и жарко. Не все выдерживают. А вот Олег Сергеевич, как пришел сюда 25 лет назад, так здесь и остался. По профессии подручной столевары. Но как раз я пришел, получилось, что перестойка, все. И сюда уже пришел учеником. За это время дошел до старшего вальцовщика. То есть обучался во время работы. То есть без отрыва от производства. Сегодня Олег Сергеевич сам выступает в роли наставника. Его же самого непосредственное руководство характеризует как скромного, но очень ответственного сотрудника. Все уже профессионалы своего дела. Все знают свои обязанности. Он несет ответственность за готовую продукцию, чтобы она соответствовала госпу по размерам геометрическим. Но не только. Олег Сергеевич отвечает за качество сортового проката. На стане старший вальцовщик работает в связке с оператором поста управления. Ведь правильно выставленные параметры, как на компьютере, так и на клетях – гарантия отсутствия брака. Если я буду плохо свою работу выполнять, то и будет тяжело им. То есть это может привести к каким-то аварийным ситуациям, где придется вспотеть вальцовщикам, в том числе и Олегу Сергеевичу. Соответственно, если он что-то сделает неправильно, то при настройке будет тяжело мне. Командный и слаженный труд на стане позволяет Олегу Сергеевичу с полной ответственностью утверждать, что признание в качестве лучшего рабочего заслуживает каждый в их бригаде. На Магнитогорском металлургическом комбинате побывал Сергей Боярский, сын народного артиста России Михаила Боярского. Сергей Боярский – депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия». Он входит в Комитет по охране окружающей среды и экологии. Своими впечатлениями от посещения промплощадки он поделился с нашим корреспондентом Евгением Солохудиновым. 11 часов дня гости прибывают на Магнитогорский металлургический комбинат. Экскурсия начинается с листопрокатного цеха номер 9. Здесь Сергею Боярскому рассказали стан 5000 горячей прокатки – уникальное сооружение. Крупнейший инвестиционный проект России. Его площадь 13 гектаров, протяженность 1200 метров. Стан производит сталь для труб большого диаметра, суда и мотостроения. А также атомной промышленности гости признались, подобного они еще не видели. Вот сляп выходит из металлической печи, движется по ральгангу. И уже через несколько секунд заготовка превращается в лист горячего металла. Толщина листов 8-15 миллиметров. После прокатки они отправляются остывать в специальные холодильники. А гости следуют ко второму объекту – доминому цеху. Доминный цех – одно из самых сложных звеньев технологической цепи. На литейном дворе искра и жара. По желобам текут реки раскаленного чугуна. Зрелище завораживает и впечатляет. На данный момент происходит выпад чугуна на доминой печи. Процесс мы не видим, процесс темный. Сергею Михайловичу Боярскому предложили взглянуть на процесс выплавки чугуна изнутри. Вот здесь, в форменной зоне, есть специальные приборы, так называемые гляделки. И через такие маленькие глазки можно увидеть, что происходит внутри печи. Впечатления от увиденного в двух словах не передать. Впечатления самые радужные, захватывающие. Меня вообще очень интересует все, что связано с производством, с техникой. Поэтому я очень рад, что у меня получается побывать на таком крупном предприятии. Посмотреть, где рождается металл для производства. Северного потока, кораблестроение, машиностроение очень интересно. Раскаленный чугун отправляется в кислородно-конвертерный цех для последующей плавки. По тому же маршруту следуют и гости. Чтобы попасть на ККЦ, преодолеть пришлось 9 лестничных пролетов. Но на того стоило перед глазами, как на ладони, еще один производственный процесс. Заливка чугуна в конвертер. Заключительным пунктом экскурсии для гостей стала машина непрерывного литья заготовок. Именно здесь происходит разливка стали, которая производится на ККЦ. И стальной ручей специальными ножницами режется на раскаленные слитки. Так называемые слябы. Сергей Боярский признался журналистам, что вживую подобное он наблюдает впервые. И вообще до этого в Челябинской области не бывал. Но теперь будет наведываться чаще. И даже поводов для этого специальных не надо. Столивар кислородно-конвертерного цеха ММК Алексей Новиков признан лучшим по итогам работы в прошлом месяце. Алексей Новиков руководит работой самого мощного производственного агрегата ККЦ – третьего конвертера. С лучшим столиваром удалось пообщаться Юлия Никифоровой. Алексей Владимирович Новиков – металлург, в трудовой книжке у которого одно единственное предприятие и всего одно производственное подразделение – кислородно-конвертерный цех ММК. Алексей Владимирович пришел работать сюда, в конвертерное отделение ККЦ, 18 лет назад, в 1999 году. И ему, человеку с сильным характером, пришлась по душе тяжелая, горячая работа Столивара. Воспитан так. Мама учителем была. Пришел работать – значит, работай. Алексей Владимирович действительно привык трудиться, что называется, на совесть. По словам мастера участка Евгения Билана, работу, порученную Алексею Новикову, перепроверять нет необходимости. Надежное плечо коллеги – одно из главных условий успешной работы, говорят металлурги цеха. Тем более, что Алексей Владимирович отвечает за самый продуктивный производственный агрегат ККЦ – третий конвертер. В его работу входит контроль за подчиненным персоналом, плюс какие-то технологические операции по уходу за конвертером, по обработке горловин, плюс получение заданного химического состава, раскисление металла. У меня в подчинении три конвертера, и на каждом есть свой столевар. Все, конечно, люди разные, но с Алексеем Новиковым нам очень комфортно работать. По результатам работы в апреле этого года Алексей Новиков признан лучшим столеваром ККЦ. Конечно же, по доброй здешней традиции, передовиков производства поощряют премии из фонда начальника цеха. Кстати, Алексей Новиков не впервые в передовиках. Именно он в свое время помог команде ММК победить в металлургическом конкурсе в Украине. В 2006 году, в августе, мы ездили на конкурс молодых рабочих. Семочкин ездил, Юрий Николаевич, Елисеев Андрей Михайлович ездили на конкурс на неделю. Заняли первое место. Но надо было ответить на вопросы, потом набрать скрапину, температуру померить на повалке. И порезать слябину. Все на время уделывалось. Горячая ответственная работа стала нормой жизни для Алексея Владимировича. Спокойных дней у металлургов кислородно-конвертерного цеха не бывает. Сменное задание сегодня стоит у нас 29 ковшей. Задача очень серьезная на смену. Плюс плановые остановки профилактические по заливочным кранам, по полупортальным машинам. Ежесуточно кислородно-конвертерный цех ММК производит около 86 ковшей стали, в каждом из которых в среднем по 370 тонн горячего металла. Редактор субтитров А.Семкин